Здравствуйте! Темой моего сегодняшнего разговора будут фитнес-центры и программы по типу «Здоровый позвоночник, здоровая спина». Почему я решил обратить ваше внимание на сложившуюся проблему? Потому что за последние три месяца ко мне обращается уже второй пациент, который вначале жаловался на боли в позвоночнике в спине, прошел подобную программу и в исходе у нас оперативное лечение. В отношении фитнес-центров и тренеров судебный процесс. В первом случае это девочка 20 лет, которая прошла подобную программу и не прозанимавшись и недели у нас спондилолистез с осложнениями, оперативное лечение по показаниям. Конечно же исключать возможности врожденной аномалии развития, наследственной предрасположенности. Плюс к этому добавляется слабость околопозвоночных мышц и связок и конечно же моментная перегрузка. Как объяснялось пациентке, что занятия с тяжестями для укрепления мышц и связок спины, становая тяга с тяжестями для того, чтобы это были красивые ягодицы. Конечно же исход таких тренировок это тяжелая патология. Я не хочу конечно же сейчас объявлять войну фитнес-центром инструкторам, потому что также думаю, что это единичный случай. Но в чем уверен точно, это в том, что человек, который не имеет медицинского образования, не имеет права заниматься патологиями. В нашем случае это патологии позвоночника, суставов. Также в этом видео я решил разыграть пульсометр. И тем, кто опишет свой случай, будь он хороший, либо наоборот с плохим исходом, кто занимался в подобных группах и кружках, напишите о своей истории. И та история, которая действительно будет правдивой, выиграет. Условия выигрыша и условия розыгрыша подарка будут в описании под видео. Свою историю вы можете оставить в комментариях под видео. Ставьте класс, подписывайтесь, делитесь видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей высказали свое мнение и узнали от сложившейся проблеме. Всем спасибо, всем пока.